владыка благословите ваше преосвященство дорогие отцы братья и сестры мы в прошлый раз начали путешествие по жизненному пути вместе с ладыкой нестром по его жизненному пути и немножко мы ознакомились с его детством но детство юность молодость поговорил один из руководителей нашей страны молодость это такой недостаток который к сожалению быстро проходит и вот сегодня мы еще дальше продолжим это увлекательно путешествие вместе с владыкой нестром по его жизни коротко о его юности и ну а дальше продолжим уже с ним путешествие на камчатку и по камчатке да сбок конечно и дальше по его в общем-то обширному большому географическому пути и жизненному вот и как пишет дальше обучаясь в казани это вот казанская духовная академия здания казанской духовной академии где обучался николай анисимов я часто посещал спасо преображенский монастырь где познакомился с настоятелем этой обители архимандритом андреем с которым мы в прошлый раз еще познакомились который стал духовным отцом ладыки нестра тогда еще юноши николая восемь лет я благоговейно пребывал можно сказать у ног духовника отца андрея проявляя исключительную преданность он был истинным монахом аскетом бессребренником молитвенником и замечательным одухотворенным проповедником его влияние на меня как и на очень многих людей было огромно я взял духовную жизнь в качестве образца и старался неуклонно следовать по его стопам отдавая себя на служение богу и ближним и вот сейчас дальше следует повествование о том как николай столкнулся первый раз в жизни со святым праведным иоанном кронштадтским это очень интересное повествование конечно иногда хочется что-то прокомментировать по ходу этого путешествия вместе с владыкой не старом но все таки из сам владыка все комментируют практически вот эти комментарии они очень интересные но и не только интересные они очень поучительные они очень назидательные поэтому я стараюсь не сокращать их не пропускать потому что тогда можно потерять вот тот вот духовный смысл который вкладывает владыка в свои воспоминания для нас что является поучительным важным может быть что-то и жизни нам пригодится окажется полезным и вот незабываемое впечатление произвела у меня встреча с известным в те годы протеереем иоанном сергеевым произошла она вот при каких обстоятельствах в перерывах между учением я находился в вятке в родной семье однажды летом мое пребывание среди близких любимых людей было омрачено тяжелой болезнью матушке по определению консилиума врачей она была обречена мама таяла на глазах болезнь печени не поддавалась лечению доктора сообщили об этом отцу и даже перестали посещать наш дом я не мог смириться с тем что приближалась кончина матери в это самое время пришло известие о том что в вятку едет протеерей отец иоанн сергеев мне приходилось слышать о нем как о молитвеннике огромной силы мысль о том чтобы увидеть его и попросить помолиться о здравии мамы не покидала меня вятки готовились встречи отца иоанна сергеева из ближайших уездных городов и деревень народ собирался в огромном количестве я с присущей юношескому возрасту пытливостью смотрел на богомольцев и скорее сердцем чем сознанием чувствовал что это шла вдохновленная молитвой православная русь такое впечатление производили все эти люди устремлявшиеся к батюшки с добрыми намерениями как бы подтверждая своим духовным обликом слова песнопения слава вышних богу и на земле мир в человеке благоволения при виде такого множества верующих я думал как осуществить свое желание и пробраться к отцу иоанну я отправился к вятскому векарному владыке филарету и попросил его помочь мне в свидании с отцом иоанном архиерей посочувствовал моему горю он предложил перевезти маму в монастырский храм если отец иоанн туда приедет но она была уже настолько слабо что ее нельзя было трогать с места мрачные мысли одолевали меня когда я возвращался домой от владыки филарета вдруг созрело внезапное решение здесь поблизости проживает недавно прибывший новый вятский полицмейстер карабицы не обратиться ли к нему за содействием подумал я и направился к нему он принял меня довольно любезно и сказал что отец иоанн родом из архангельска его земля и с этими словами вручил мне свою визитную карточку с распоряжением чтобы меня беспрепятственно пропускали всюду где будет находиться этот знаменитый протеерей в день прибытия отца иоанна несметные толпы верующих затрудняли движение по городу прямо с вокзала гость направился в семью поскребышевых за несколько кварталов до их дома улицы были запружены народом даже с пропуском полицмейстера мне с трудом удалось пробиться к этому месту в надежде увидеть отца иоанна по предъявлении визитной карточки мне открыли калитку и я прошел на открытое парадное крыльцо второго этажа там в небольшой зале перед иконой стоял в эпитрахиле отец иоанн и служил молебен я был потрясен огромной силой духа и проникновенностью с которой он произносил молитву голос его при этом был преисполнен необычайного религиозного дерзновения когда по окончании молебна люди начали подходить ко святому кресту я был в числе последних волнуясь едва сдерживая слезы я сообщил отцу иоанну о смертельной болезни мамочки он спросил у меня ее имя перекрестился и сказал дай бог ей здоровья затем велел отвезти ей освещенной воды я выполнил его указания но прежде чем уехать домой наспех написал записку с именами членов нашей семьи и вручил ее старушке медведевой для передачи на молитвенное поминовение отцу иоанну на следующий день я отправился в дом трудолюбия где гость должен был совершить божественную литургию и снова запруженные улицы с трудом я пробрался через двор переполненный молящимися храм вскоре колокольный звон и гул голосов возвестили о прибытии отца иоанна верующие подняли его на руки и сквозь толпу пронесли по той же лестнице где проходил и я он узнал меня приветливо посмотрел и сказал ты уже здесь а как мама все в том же положении безнадежном ответил я будем просить у бога здоровья и он услышит спасет описать возвышающую силу служения совершаемого отцом иоанном почти невозможно это от начала до конца неугасимая пламя дерзновенной молитвы резкая громкая настойчивая требовательное обращение в молитва к богу потрясало молящихся в алтарь беспрерывно несли телеграммы и записки с просьбой к отцу иоанну помянуть перечисляемые имена у церковного престола на следующий день я вторично присутствовал на богослужении совершаемом отцом иоанном в иоанно-притеческом храме туда было привезено много больных и одержимых под церковными сводами то и дело раздавались стоны вопли и мольбы страждущих чающих исцеления от недугов а молитвенный голос отца иоанна звучал так же как и накануне дерзновенно уверенно напоминая общение с богом древних пророков как хорошо описывает владыка нестров свои впечатления опасаясь что мама может умереть в моем отсутствии я ушел домой до окончания богослужения тот же день но несколько позже я не вытерпел и на извозе чьих дрожках отправился на поиски места пребывания отца иоанна едва я успел свернуть с нашей улицы как своему удивлению увидел показавшийся мне бесконечным поезд экипажей на первом из них сидела матриона петровна медведева со священниками увидев меня она замахала руками и закричала куда ехать-то к вам отец иоанн едет я быстро вернулся домой и попросил отца и бабушку встречать гостя а дворнику наказал что ввиду тесноты нашего дворика ворота пропустить только экипаж отца иоанна сам же быстро приготовил столик воду для освещения и церковные свечи какие были запасе между тем маму на кровати внесли в зал и началу молебна толпы верующих заполнили не только зал и прилегающий к нему комнаты но и двор и улицу но вот вошел отец иоанн и спросил где ваша больная получив ответ он благословил всех нас и обратился ко мне ну вот видишь я приехал твоей маме будем молиться и господь бог вернет ей здоровье с этими словами он подошел к маме лежавшие в бессознательном состоянии обласкал ее как малого ребенка приговаривая бедная ты моя больная антонина отец иоанн положил ей на голову свой наперстный крест прочитал молитву и пригласил всех нас молиться о болящей а у отца осведомился чем больна мама затем встав на колени перед столиком с евангелием и крестом отец иоанн громогласно дерзновенно просил бога исцелить болячую ради ее детей господи возглашал он яви твою божественную милость пощади рабу твою антонину вернее жизненные силы и здоровье прости ей все грехи и немощи ты господи обещал просящим исполнить и дать просимая услышишь же нас тебя молящих и даруй здоровья болящая рабе твоей антонии отец иоанн произносил эти слова обращенные к богу совершенной уверенностью в милости всевышнего по окончании молебна он снова подошел к матери благословил ее и сказал твердо повелительным тоном сейчас же позвать священника он причастит больную и она с божьей помощью будет здорова на прощание отец иоанн расспросил отца о нашей семейной жизни и благословив всех нас уехал и когда он выезжал со двора множество верующих столпившихся на улице окружили экипаж они хватали руками и колеса пытались прикоснуться хотя бы краю его рясы некоторые бросали письма пакеты с деньгами записки о поминовении когда мы домашние проводив отца иоанна вернулись к маме она лежала как преображенная кто-то из нас спросил сознает ли она что сейчас произошло мама чуть слышно прошептала оставьте меня одну мы выполнили ее просьбу к тому же пришел вызванный мной священник мы простились с мамой и вышли а когда после ее исповеди вернулись к причастию увидели с радостью что она сидит на кровати а после приобщения святых тайн мама спокойно встала на следующий день она уже не ложилась и быстро начала поправляться вот описание такого может чудо и волдыка нестер об этом говорит о чуде да и нам по моему из повествования тут явно ясно что действительно вот такое дерзновенное моление дерзновение обращения богу но традиционно наверное немного таких которые мы могли так обращаться к богу жизнь их позволяла так но приходится умиляться удивляться и восхищаться после этого знаменательного дня для всей нашей семьи события мама прожила еще около тридцати четырех лет мне кажется что сила веры в бога и в его чудесную помощь дала действительный а не мнимый результат было услышано сильное внутреннее глубоко душевное и дерзновенно настойчивое молитвенное прошение немощного человека всемогущим господом богом творцом во мне же юноши случай плодотворной силы веры и молитвы ускорил процесс духовного роста укрепил стремление посвятить свою жизнь богу и служению на пользу страждущим вот такой вот как бы короткий итог подводят владыка той встречи первой имеется ввиду первой вообще вот первому общению еще и во время молитвы с отцом и анном сергиевым в моем понимании скобках он отмечает счастливца верующего знавшего весь процесс предсмертной тяжкой болезни моей родной умиравшей на наших глазах дорогой любимой матери все это едва ли поддается объяснению когда даже врачи оставили ее один доктор в утешение нас плачущих сказал мы сделали все что могли пусть всемогущий сделает больше так как врач лечит а господь излечивает что в конечном итоге на самом деле и произошло слава и благодарение господу богу за все услышь за за все и за услышанные мольбы верующих в него тут воды конвестор начинает новую главу и опять ее предваряет небольшими выдержками из стихотворения жизни праздник жизнь есть подвиг но это не стихотворение такая цитата это святителя филарета московского бессильным и при тем кто нашу и слез нужды томлений и скорбей готовить жизненную чашу не прикослов но пей авторство не указано как я говорил я считаю что в таких случаях автор автором является сам владыка не стар по окончании реального училища я поступил на калмыцко монгольское миссионерское отделение при казанской духовной академии а затем совершенно неожиданно для себя в сане иеромонаха и отправился на камчатку православным просветителем так 1907 году начались моя самостоятельная жизнь и пастырское служение произошло это при следующих обстоятельствах прощенное воскресенье то есть накануне великого накануне великого поста после божественной литургии спаса преображенском монастыре за чаепитием в покоях отца архимандрита андрея я читал слух письма только что принесенные почтальоном когда закончил отец андрей спросил меня ну как колюшка на твой взгляд есть что-нибудь интересное по моему нет какой же интерес в том что владыков владивостокский и камчатский просит вас послать монахов в качестве учителей или священников на какую-то далекую неведомую камчатку для просвещения тамошних диких племен так тебе и надо ехать туда произнес батюшка зачем же мне от вас уезжать куда-то на камчатку довольно обиженно произнес я мне казалось что я не смогу расстаться с отцом андреем которого любил и которому привык а батюшка собираясь уезжать виллобугу на похороны своего духовного сына благословил меня и садясь в сани повторил ты колюшка до моего возвращения из лобуги подумай о камчатке молись богу подготовляйся на миссионерское служение признаюсь не желал не желал я тогда этого и сердце мое не лежало к довольно неожиданному предложению с каким-то огорчением я замкнулся в самом себе не допуская даже мысли о возможности отъезда в таком неопределенном томлении прошла первая неделя великого поста я против обыкновения на этот раз даже не говорил находясь в состоянии огорчения и неудовлетворенности в то же время меня терзала совесть от того что я небрежно непослушно отнесся к поручению моего любимого духовного отца мама узнав обо всем успокаивала и высказывала предположение о том что отец андрей вероятно просто пошутил я попросил ее пойти со мной ко всеночной но не вспаски монастырь куда мы обычно ходили а в богоявленскую церковь так как там пел лучше в казани хор великолепно исполнявший покаяние отверзи мне двери я просил маму помолиться обо мне дабы господь указал мне путь в жизни и вот сейчас владыка пиздец мы послушаем эпизод который произошел перед ним не просто эпизод момент который совершил переворот в душе николая богоявленский храм находился далеко и мы к началу все ночные опоздали половина службы уже прошла и здесь в этой церкви в тот вечер окончательно решилась моя судьба в момент когда мы пробирались через множество молящихся поближе к мгону до нашего слуха донеслись заключительные слова проповеди старичка священника в которой он призывно обращался к прихожанам сегодня на всеночной и завтра во время литургии мы согласно прочитанному вам сейчас синодальному воззванию совершим сбор средств на наши духовные православные миссии после недавно минувшей русско-японской войны наш миссионер архиепископ николай японский весьма нуждается в моральной и материальной поддержке миссионерской деятельности а таких далеких забытых окраинах как наша камчатка и говорить не приходится там живут темные отсталые язычники и долопоклонники камчадалы чукчи коряки и другие народности а проповедников православия нет в тех краях помолимся же братья и сестры богу чтобы он послал на эту ниву делателей ибо там жатвы много а делателей нет меня поразило совпадение слов проповеди с моими мыслями и переживаниями когда я все еще колебался и размышлял о своей судьбе в связи с разговорами о камчатке тот момент я совершенно спокойно и радостно осознал по какому пути мне идти и и моя мама чуткая сердцем поняла меня с ласковой но скорбной улыбкой взглянула она мне в глаза и без слов дала понять что неожиданное упоминание камчатки явилось как бы разрешением всех сомнений по поводу моей поездки на эту далекую окраину государства российского в это время по храму проходил с тарелкой церковных старостов он собирал доброходные пожертвования на православной духовной миссии мама внесла свою пассивную лепту посмотрела на меня понимающим взглядом у ее сына нет денег но он отдает на просвещение камчатков самого себя и действительно я тогда так и решил промысл божий предрешает пути человека если этот человек верующий и следить за порядком своего жизненного пути воистину от господа стопы человека исправляются как совершенно ясно и очевидно господь призывал меня от мира на великое апостольское служение и упрямое противодействие послушанию духовного отца было побораемо предначертанной волей всевышнего сказавшийся в словах неведомого мне старца священника призывавшего на пастырское делание в неведомой дотоле отдаление отдаленнейшей камчатки повинуясь уже смиренно голосу божию я спокойно и радостно воспринял это предуказание которое также смиренно с верой но с материнской тоской восприняла и моя любимая мама тогда выйдя из церкви мы с ней обнялись и заплакали от чувств связи совершившимся во мне душевным переворотом дома я сказал отцу что решил ехать на камчатку с пострижением в монашество отец долго сидел задумчивый и молчаливый потом сказал обращаясь ко мне и брату и ларию дети я и мама уже стареем отживаем свою жизнь а вы только вступаете на самостоятельный жизненный путь я полагаю что каждый сберет дорогу по призванию мы родители не будем мешать вашему выбору если бы кто-нибудь из вас мои дети захотел заняться самой скромной непритязательной работой ну например стать дворником я скрипя сердце согласился бы и с этим но только при условии чтобы избравший этот путь стал честным тружеником если ты коля чувствуешь себе призвание к монашеству и миссионерству значит это перст божий я еще раз подтвердил свое намерение отец умолк молчали и мы тогда отец взял географический атлас ельина и отыскал камчатку мы удивились отдаленности от жизненных центров страны этого небольшого полуострова размером с мизинец после этой сердечной задушевной беседы прошло несколько дней родители благословили меня на новую дорогу жизни я навсегда покинул родительский дом удалившись в монастырь и готовился к пострижению в монашество необычайно трогательно со слезами участия провожала меня дорогая моя мама напутствия материнским благословением и добрым словом вскоре из елобуги возвратился архимандрит андрей я подробно ему рассказал как своему духовнику о свершившемся мы отправили телеграмму архиепископу владивостокскому и камчатскому евсевию с просьбой принять меня миссионером на камчатку с пострижением в монашество в казане владыка евсевий немедленно по телеграфу ответил что радостно ожидает моего прибытия в сан иеромонаха одновременно он обратился с просьбой к димитрию архиепископу казанскому о моем пострижении и посвящении в сан иеродиакона а затем иеромонаха с благословением на камчатскую поездку я обратился за благословением к отцу иоанну кронштадтскому еще в детстве поразившему меня своей отзывчивостью и уча участливым отношением к больной маме вскоре прибыл ответ на своей фотографической карточки отец иоанн написал раба божия николая анисимова благословляю на великий подвиг миссионерства если он находит себя способным и чувствует в себе призвание к нему да явится в нем благодать божия немощные врачующие целую его братский протерей иоанн сергеев 18 марта 1907 года 17 апреля этого же года я придал монашеский пост от руки моего авы отца архимандрита андрея это произошло великий вторник на страстной седмице отец мать и брат присутствовали в церкви на моем пострижении после пострига мой духовный отец архимандрит андрей сказал мне назидательное слово как новоначальному иноку он благословил меня казанской иконой божией матери внизу иконы были изображения великих двух святых мученика нестора солунского и преподобного нестора русского летописца их память совершается 27 октября в один день это преподобный место литописец небесный покровитель владыки нестора 6 мая 1907 года в казанском кафедральном соборе бывший алтайский миссионер епископ инокентий солодчин возвел меня в сан иеродьякона личность епископа инокентия заслуживает всяческого уважения это почтенный ставец глубокий подвижник и аскет принял последствии схему херсонесском монастыре вода кинокентий перед моим отъездом на камчатку дал мне полезные наставления как бывший алтайский миссионер между прочим он спросил меня вот сейчас ты понесешь три креста монашество пастырство и миссионерство какой из этих крестов легче а такой тяжелее после некоторого раздумья я ответил полагаю что крест пастырство легче за ним следует миссионерство и монашество но епископ инокентий возразил все три креста могут быть одинаково и тяжелы и легки в зависимости от того как их нести если с верой благоговением давая себе постоянный строгий отчет в этом великом и святом служении то любой из крестов и даже все три сразу будет легко нести с божьей помощью спустя два дня 9 мая 1907 года в день моего небесного покровителя вот святой купели крещения святителя николая чудотворца в том же казанском кафедральном соборе я был посвящен сам иеромонах напутствуемый казанским архиепископом димитрием самбикиным доктором церковной истории я вскоре отдал на камчатку накануне моего отъезда из кронштадта прибыл нарочно он привез мне от протеерея и анна сергиева его розовое священническое облачение и устное напутствие передай камчатскому миссионеру я его монашеское имя не знаю от меня облачение бог ему в помощь а вот этот сосудик передай ему и скажи все выпитое больше половины этом мной выпито за мою жизнь а оставшиеся он будет допивать в его жизни но пусть переносит все невзгоды терпеливо да благословит его и спасет господь бог впоследствии как передавали духовные дети владыки нестер а владыка нестер вспоминал что кронштадтский пастырь передал отцу нестеру неполную бутылочку хереса сказав при этом что отец иоанн делали велел ему передать что он сам выпил половину этого а ему надлежит не спить вторую половину впоследствии на камчатке в тяжелые минуты болезни одна капля этого хереса являлась для отца местора лучшим лекарством так по божественному велению и повлечению христианского сердца взял я на себя три креста монашество пастырьство миссионерство и пошел с ними по тернистому пути начертанному господом я сознательно отрекся от мирских суетных житейских благ пренебрег служебной карьерой и отправился в далекую необжитую всеми забытую и мне землю движим и желанием помочь страждущим и конечно следующий раз мы даст бог доживем отправимся с отцом нестором уже на камчатку но в этом отправлении в этом путешествие коротком отрезке путешествия через страну во владивосток дальше на камчатку тоже столкнемся с некоторыми интересными моментами и даже приключениями которые уже начали случаться с отцом нестором мне это было интересно узнавать читать надеюсь что кому-то из вас тоже будет интересно благодарю за внимание благодарю вас отец алексей за интересный рассказ очень много сегодняшнем сообщении вы посвятили воспоминанию владыки нестора относительно встречи с иоанном кроштадским святым прайдом ядом кроштадским и мы видим как может повлиять жизнь одного праведника на выбор жизни на укрепление веры и такие свидетельства конечно же очень много вот святого праведного иоанна кроштадского очень многие подвижники младшего современники становились на путь подвига также сегодня говорилось о нежной любви к матери родительницы ради которой так он и переживал и поехал просить кроштадского пастыря тоже важно и еще очень важно как он анисимов николай еще воспринял волю божию сначала духовный отец ему как бы не означает сказал как бы даже шутя затем он услышал этот призыв через простого священника этот священник на амвоне стоя проповедовал после богослужения и как мы помним машка тавифа рассказывала когда сообщение было про митрополита иосифа алматинского про старших священников старенький что они целовали амвон потому что в этом месте священник проповедник получает особенную благодать от господа увещевать народ благовествовать врачевать души и для нас это урок восходя на амвон мы должны осознавать что через нас будет господь сообщать свою волю людям поэтому конечно надо молиться осознавать свою немощь и просить у бога благодати для того чтобы услышали нас и исполняли чтобы нам самим тоже исполнять то что мы говорим и когда он вместе с мамой услышал этот призыв от неизвестного проповедника ехать на камчатку то сердце его обрадовалась и душа успокоилась потому что он увидел волю божью это конечно момент очень-очень радостный об этом говорит царь соломон что много я испытал удовольствие на земле но все суета сует томление духа но только знать волю божью и исполнять в этом жизнь в этом радость для человека и вот такие особенные откровения божие которые говорят где как подвязаться что господь от нас сейчас желает в этот момент конечно очень радует помним отец лисея еще рассказывали про свидетеля инокентия московского тоже как он внезапно по моему на все наши деньги на одном из богослужений ощутил благодать и потом побежал к архиерею проситься миссионеры на алиутские острова тоже взял на себя благословение такой великий подвиг ну и нам с вами тоже надо стараться услышать волю божию познать ее и с его же помощью эту волю исполнять мы сами люди не святые нам воля божия открывается через три источника большей части священное писание священное предание и распоряжение священначали все эти три источника божественной воли указаны нашей присяги с членской присяги поэтому пока нам не являются ангелы пока нам не говорят прозорливые старцы вот волю божию здесь давайте будем познавать и с радостью ее исполнять в этом счастье для человек как говорит примудрый соломон всем дорогие отцы и братья сестры желаю божьей помощи познания исполни воли божьей и прошу святых молитв спасибо познания исполнил